Приветствую вас, давайте разбираться с тем, что вы написали. Значит, я поняла, что страдаю от любовной зависимости. Вы пишите, я поняла, что страдаю от любовной зависимости. А как поняли, как вы поняли, сколько времени вы уже, условно говоря, в этой зависимости находитесь? Как вы, как бы у вас получилось понять? На чем основывается наше утверждение вообще? Любовная зависимость – это то, что констатируется психологом, психотерапевтом, врачом. Но не вот так, как это сделали, вы взяли и сказали, что я поняла, я поняла, что значит, у меня любовная зависимость. На чем основывается ваше предположение? Еще раз, это важный момент. Далее, вы пишите, расстались с любимым человеком. Так, расстались с любимым человеком. Когда? Сколько времени, прошу. Какие причины у вас были расставаться с ним? Почему расстались? И за чего? На каком основании? Вот. И, собственно, самый главный вопрос. Какие у него претензии к вам? Ну, или, может быть, не к вам, а к ситуации, в которых вы оказались. То есть, в чем конкретно суть вашего расставания с ним? На мой взгляд, вы об этом совершенно ничего не написали. А жаль, это важный, важный аспект, важный момент и едва ли не ключевая точка, с чего, собственно, все началось. Далее. Вы говорите, я страдаю и понимаю, что большая часть переживаний связана не только с чувством любви, сколько с чувством необходимости быть с этим человеком. Ну, давайте сначала так. Давайте сначала так. С чего страдаете? То есть, вот, страдание, оно у вас на пони чего получилось, образовалось и так далее. То есть, как и как, почему и в чем проявляется ваше страдание. Это один момент. Второй момент. Второй момент. Вы говорите, что я поняла, что это не только чувство любви, сколько желание быть с этим человеком. Вопрос. Быть с этим человеком зачем? Для чего? Какая у вас потребность в нем реализуется? То есть, какая потребность удовлетворяется у вас, когда вы, например, с ним вместе? Вы же хотите быть с ним, и вы нуждаетесь в нем именно потому, что на нем у вас завязаны потребности. Ваши потребности. Вот и вопрос. Что это за потребности, и почему они завязаны именно на человеке? На мой взгляд, это очень важный момент, о котором стоит отдельно вам подумать и, возможно, даже обсудить с психологом. Потому что, ну, ситуация довольно серьезная здесь, как это видится мне. То есть, дело не в самооценке, как таковой, хотя и в ней тоже. То есть, а дело именно в том, что вы пытаетесь в свою потребность удовлетворить через этого человека. Дальше. Это ненормально. Ну, нормально, ненормально, это сложный вопрос. Для всех людей своя норма, и думаете мне, что не стоит загонять вам себя в какую-то норму. Значит, вы пишите о том, что я не контролирую свои эмоции, точнее, есть моменты контроля, есть моменты абсолютного неконтроля, за которым следуется жить, к сожалению, и раскаяние. Ну, это, по сути, по сути, как это, опять же, видится мне, эмоциональные качели, связанные с отсутствием личной границы. Ну, вот, нету у вас личной границы, не привыкли вы их соблюдать личной границы и ответственность за свое поведение, за свое отношение, за свои действия, может быть, даже. Кроме того, эмоциональные качели имеют место быть еще и тогда, когда, например, вы очень долго свои эмоции сдерживаете, или реализуете свои же эмоции неправильно. Или когда вы привыкли к своего рода сублимации, то есть к искаженному выражению ваших желаний. То есть здесь нужно разбирать. Эмоциональные качели – это вопрос ответственности, личный границ и, как я уже сказал, способов выражения, способов реализации своих желаний, своих эмоций, своих, как бы, порывов, проявлений активности эмоциональной. Вопрос – как с этим бороться? Вы знаете, вот, вопрос, он у вас неверный, в корне неверный ваш вопрос. Вот как вы считаете, происходит борьба? Вообще, ну, вообще, 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 вот, что такое борьба, по вашему мнению, вообще? Как эта борьба, может быть, проявляет себя и так далее? Как? Ответ на этот вопрос, я полагаю, можно дать следующий. Борьба – это подавление. Подавление – это принижение, это уничтожение. Вы хотите подавить свои эмоции, вы хотите подавить свои желания, вы хотите подавить свои стремления, но вы и так их подавляете, и это ни к чему хорошему не приводит. Не приводит. Не подавлять нужно. На самом деле, не подавлять. Вам нужно не подавлять, а вам нужно учиться правильно, правильно реализовывать то, что вам хочется, то, чего вы желаете. Вот правильная реализация тех желаний, которые у вас есть, является выходом из вашей ситуации. Еще раз повторю, дело не в самооценке и не в осознании, кстати говоря, про осознание чего вы говорите. Это вот тоже, на мой взгляд, интересный момент, вы говорите, мол, я читала про самооценку и про осознание. Где читали, во-первых, понимаете ли вы, что чтение подобных вещей, это вообще, ну, совершенно не то, что вам как-то может помочь, во-первых. Во-вторых, что читали, у кого читали и зачем читать. Ведь многие статьи психологические написаны только для психологов и ни в коем случае не предназначены для того, чтобы ими пользовались люди с реальными проблемами. Но опять же, опять же, вот, как это видится мне, что вы прочитаете статьи и не получив никаких результатов, ну, тех, которых, может быть, вам бы хотелось, не получив результатов, а вы развировались и, собственно, пришли к нам. Но осознание вам необходимо, это однозначно, то есть у вас недостаточно осознания, это факт. Вопрос в том, осознание чего вам не хватает. Но это вообще другой вопрос, и с ним нужно добираться. Самооценка. Самооценка. Самооценка у вас может быть иначально, и была в порядке. Но проблема-то заключается в том, что даже если вначале у вас с самоценками все будет в порядке, то потом попребность, которая заставляет вас страдать по этому молодому человеку, попребность, она берет верх над вами и самоценка принижается. А это значит, что у нее, у самооценки, опять же, изначально были тоже какие-то проблемы. Вопрос в том, какие проблемы, вот, а это нужно выяснить тоже. А какие были проблемы у самооценки, вот, потому что, ну, так просто она бы не понижилась бы у вас. Я надеюсь, вы это понимаете. Далее. Что такое, что такое зависимость любовную? В первую очередь, любовная зависимость – это идеализация человека, от которого вы любовно зависите. Это именно идеализация. И идеализация при начальных этапах отношений вполне нормальна. Ну, обычно потом происходит процесс. Где идеализация? У вас такой процесс не произошел. Соответственно, его нужно запустить и перестать идеализировать молодого человека. Второй основной столб зависимости – это точка зрения, согласно которой именно с ним и только с ним, с этим молодым человеком вы будете счастливы. Тоже является данная ошибка. Потому что, ну, понятно, что счастливой вам нужно быть самостоятельно, а не с кем-то. И человек, вообще-то, не должен вам обеспечивать это самое счастье. Возникает вопрос – а почему для того, чтобы быть счастливой, вам нужен кто-то? Почему для того, чтобы быть в гармонии с собой, вы нужнаетесь в ком-то? Для этого не нужно в ком-то. Нужна быть гармонией с собой, нужна быть самостоятельно. И только тогда, только тогда получится построить гармоничные отношения. Ну и, наконец, про следующее мы с вами уже сказали. Это потребности, которые нужно понять и научиться правильно удовлетворять. И, вероятно, еще страх. Может быть, страх отказа, может быть, страх опасно и так далее, и так далее. Не бороться, не подавлять. Это не должно быть нормой. Ну, опять же, понимаете как? Для кого-то должно быть сложно, для кого-то нет. Для вас, если вам причиняют страдания, конечно, не должно быть нормой. Здесь я согласен. Я не хочу ходить по данному кругу ни с этим человеком, ни с другим. А что, были другие уже? Были другие люди. Вы не только от этого человека зависите любовно. Вы еще и от других людей тоже, получается, в любовной зависимости были. Если так, то это довольно-таки важный момент, потому что получается тогда, что зависимость у вас может идти из детства. Это очень важный, очень, аспект. Что зависимость у вас идет из детства, а это проблемы с родителями. Тут тоже нужно разбираться все. Выходы, способы выхода. И это работа с психологом. Не чтение статей, а работа с психологом на регулярной основе. Потому что, как правило, любовная зависимость происходит от отсутствия любви к себе. Я уже сказал. И что такое нелюбовь к себе? Любовь к себе – это не принятие в себе каких-то моментов. И с психологом вам нужно эти моменты в себе принимать, разбирать, учиться чинить себя, учиться делать выбор только в пользу себя, а не в пользу других людей. И вот так постепенно, постепенно становиться достойным человеком, достойной личностью в своих глазах. Но это процесс личностного роста, который может происходить только с помощью психолога. Самостоятельно вы это сделаете вряд ли. Вот так, я думаю, можно вам ответить на вопрос. Надеюсь, что помог. Если остались какие-то дополнительные вопросы, пишите в личку, буду я помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...